Новый руководитель Росотрудничества в Абхазии Владислав Куликов, дипломат по образованию, выпускник МГИМО с опытом работы в диппредставительствах. В Абхазии Владислав Куликов находится уже месяц и за это время успел провести ряд встреч с представителями властей и общества. Наметили планы работы. Это прежде всего молодежное сотрудничество, это научно-образовательные обмены, это различные проекты, связанные с историей. Как Россия, так и Абхазия. На самом деле в следующем году нас ожидают знаковые, без преувеличения исторические даты, очень знаковые общие даты для наших народов. Это 80-летие Великой Победы. Я проводил большое количество встреч, консультаций, в том числе в регионах Абхазии, со школами. Мы знаем, что это праздник действительно великий, это праздник в каждой семье, и абхазской, и российской семье. Поэтому об этих планах мы с коллегами очень много говорили. Есть дата в следующем году, это 215-летие вхождения или присоединения Абхазского княжества к Российской империи. Это, мне кажется, такой очень важный повод для того, чтобы начать историческую дискуссию. У нас в Россотрудничестве, разумеется, мы контактируем и с российским историческим обществом. Кстати, здесь есть его отделение в Республике Абхазия, уже больше года как работает, и с российским военно-историческим обществом. 7 октября стартовала квотная кампания «Образование» – одно из основных направлений в работе представительства Россотрудничества. Там есть и распределение по вузам, и распределение по специальностям. Мы знаем, что российское образование среди абхазских абитуриентов, оно сохраняет достаточно высокую привлекательность. В прошлом году было практически два человека на место. В этом году, возможно, мы ожидаем более высокие показатели спроса. В этом году размер квоты, впрочем, как и в предыдущем, это 110 метров. В этой квотной кампании участвуют свыше 400 различных российских вузов. Есть где-то новые, где-то очень востребованные с точки зрения компетенции, направления. То есть есть Росжелдор, есть МЧС, есть Росавиация. Абхазия – это как раз в русле истории построения, сооружения аэропорта национального в Республике Абхазия. Я думаю, эти специалисты, эти компетенции, они в высшей степени будут востребованы для народного хозяйства Республики. Разумеется, тема здравоохранения. 11 квот целых было выделено. Мы говорили с коллегами, в том числе с Динарой Гудивым, с моими коллегами, уважаемые, из Российской Федерации, соответствующих ведомств. Действительно большой спрос на специальности в области культуры. Вот сейчас вот 5 квот по линии Министерства культуры в рамках этого количества, соответственно, выделены. У меня тоже есть определенный журналистский бэграумов руководителя, Евгения Александровича Примакова. Поэтому мы рады, что центр пошел навстречу. Все-таки 3 квоты по журналистским специальностям, журналистским компетенциям выделено в рамках этой квотной кампании. Но опять же, IT-направление интересно, современно, технологично, востребовано. Целых 10 квот. Владислав Куликов дал оценку уровню владения и отношению к русскому языку в Абхазии. На мой взгляд, тот опыт общения с нашими абхазскими партнерами, который у меня за это время состоялся, но большинство представителей абхазского народа – это билингвы, то есть владеют прекрасно и абхазским языком, и русским языком, и, в общем, не хуже носителей, иногда даже лучше в некоторых случаях. Вот такие наблюдения, ну и, соответственно, отношения понятные, мне кажется, достаточно мудрые, указывают на мудрость абхазского народа. Мы знаем, что в ряде учреждений культуры Республики Абхазия, например, та же РУСДРАМА, там постановки на русском языке пользуются большим спросом. Новый руководитель ведомства рассказал о планах по улучшению работы. Мне кажется, просто важно, вот у меня как раз кандидатская была по общему стратегическому менеджменту, мне кажется, нужно просто как-то отладить некий механизм с учетом каких-то, возможно, новых для представительства задач. Потому что, мне кажется, вот уже об этом говорил, школам нужно помочь найти партнеров. Запрос на это есть, то есть на межмолодежные обмены. Понятно, что есть там программы «Новое поколение», «Здравствуй, Россия», программы «Россотрудничество», которые тоже успешно реализуются. Но здесь идет речь о некой нашей индивидуальной истории. Я надеюсь, что нам получится создать такое объединение, партнерское школ, где можно будет реализовывать абсолютно все. И обмены класс на класс, и различные межшкольные проекты, и там IT, и робототехника, что угодно. Здесь просто большое пространство для деятельности, как мне кажется. Потом у нас есть ресурсный центр. Обычно в РЦНК очень часто, особенно в иноязычных, скажем так, государствах, действуют курсы русского языка. На мой взгляд, и коллеги мои тоже в этом меня поддерживают, делать отдельные курсы русского языка для абхазов не нужно совершенно. Это просто избыточно. Может, какие-то курсы повышения квалификации для педагогов русского языка, но это уже отдельная история. Мы хотим сделать кружки, прежде всего, кружок юного журналиста. За месяц работы Владислав Куликов провел встречи в Галском районе, встречался с депутатами и спикером парламента, министром культуры.